Микс Ньюс. С нами по связи до Зуму, как уже нам привычно, консультант центра Скаубе Райва Вилтсонс. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Напоминаю сразу, что телефоны нашего прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9, или вы можете писать по WhatsApp-у. 2-3-0-6-1-91. Постараемся ваши вопросы зачесть или принять. Ну, как мы знаем, чрезвычайная ситуация продлена, конечно, послаблена, продлена. Людям приходится находиться в замкнутом помещении очень долгое время, особенно тем, кто там живет вместе. Многим это непривычно. И вот одна из печальных статистик, которая известна, это то, что в кризисных центрах за последние месяцы на 28%, то есть практически на треть, увеличилось количество звонков от людей, которые стали чаще думать о самоубийстве, или, по крайней мере, у них эти мысли начали появляться. Можете ли вы как-то вот эту информацию прокомментировать? Потому что, честно говоря, я был немножко даже шокирован этим всем. Да, говоря, так сказать, о самоубийствах, о мыслях о самоубийстве, надо также иметь в виду, что, да, выросло количество звонков, когда люди сообщают о том, что они имеют мысли о самоубийстве. Тем не менее, нам надо иметь в виду, что это процент из тех, которые звонили пред этого. Соответственно, это не означает, что это все звонки сейчас о самоубийстве. Это просто надо прояснить. Но что говоря именно об этой, именно о мыслях о самоубийстве, конечно, эта ситуация, которая у нас есть, это кризис для многих людей. И, соответственно, у нас, чтобы понять этот контекст, я бы хотел также и другую статистику, так сказать, рассказать о том, что нам чаще звонят о том, два раза чаще звонят о том, что люди имеют рабочие либо проблемы с деньгами. Также нам чаще звонят о том, что люди испытывают насилие от своих партнеров либо в других местах. Также, конечно, мы должны иметь в виду одиночество, которое также приросло. И, соответственно, этот период, когда проживаем дома, тогда это может быть также обостряющим периодом для зависимости, например, зависимости от алкоголя. И также изоляция и незнание о том, как идет у родственников, и все это вместе взятое, конечно, может повышать мысль о самоубийстве. Конечно, не в каждом случае, но, тем не менее, эту тенденцию мы видим. Но по вашим наблюдениям, какие все-таки проблемы сейчас наиболее актуальны? Это именно вот такие финансовые, рабочие? То есть, мы можем разделить проблемы внешнего и внутреннего мира. Это все-таки какие-то внешние проблемы, вроде отсутствия работы или понижения дохода? Или все-таки внутренние, вот одиночество, какая-то тревога? Вот такие проблемы. Это как смотреть на классификацию, так сказать, внутренние или внешние проблемы. Но, тем не менее, если мы на таких внешних проблемах, конечно, нехватка ресурсов денежных, безработица, это очень влияет на и может провоцировать такие мысли. Тем не менее, также мы по нашим наблюдениям, это насилие. И не надо иметь в виду, что насилие, которое уже было, стало чаще и обострилось, так сказать, в своей силе. И, соответственно, то, что я указал, это все факторы вместо взятых. Мы не можем взять один фактор и сказать, это единственный фактор и самый важный фактор, который влияет на мысль самоубийства. Потому что мы должны иметь в виду, что есть предыдущая история, как человек реагирует на кризисы, какие у него свойственности реагировать на кризис. Данная ситуация с некими параметрами. Либо насилие, либо безработица, либо обе факторы, либо еще какой-то фактор. И это очень так сложно сказать, что есть какой-то такой главный фактор в этом. Скажите, вот вы упомянули насилие. Нет ли какой-то статистики примерной насилия по отношению, например, к детям или по отношению к женщинам? То есть какая-то статистика, которая могла бы показать? Да, о статистике. Тогда нам чаще звонят именно о насилии в семье. Хочу уяснить, что насилие против ребенка мы звонки получаем реже, потому что это, так сказать, компетенция детской инспекции, которая имеет именно телефон поддержки по поводу детей. Но тем не менее, мы получаем много звонков именно о насилии в семье. И если так образно рассказать, тогда, например, в апреле за первые 2 недели карантина, нет, за первые 2 недели, 20 дней апреля мы получили столько же звонков, как за последние 10 дней апреля, что указывает, что за более краткий промежуток времени мы получаем больше звонков о насилии в семье. Их становится получать больше с течением чрезвычайной ситуации. Извиняюсь, повторите. То есть, вы сказали, что за первые 20 дней вы получили столько же звонков, сколько за последние 10 дней апреля. Да. Получается, что чем дольше вот эта самоизоляция, чрезвычайная ситуация, тем больше этого насилия становится, как бы, в экспоненте. Я не знаю, сказать, что прям экспоненте, это все-таки математическая дефиниция, так сказать. Ну, по условию. Но я хочу сказать, что, да, укращается. И тем не менее, в начале чрезвычайной ситуации мы не получали больше звонков, так сказать. Но именно с каждой неделей эта ситуация увеличивается. Мы получаем больше и больше звонков. Так сказать, была содержка где-то две недели после чрезвычайной ситуации. Ситуация была такая же, как же прежде. Но сейчас мы видим то, что больше и больше звонков мы получаем из так же насилия семьи. Тут есть два аспекта, которые я хотел бы уточнить. Но самое главное, на мой взгляд, меня очень волнует в этой ситуации что можно сделать. Потому что когда не было чрезвычайной ситуации, ну, как бы, можно уйти куда-то, не знаю, к друзьям и так далее. Но сейчас чрезвычайная ситуация, по крайней мере, была достаточно строгая. И какие были возможности для защиты вот у людей от этого? Да. Да, конечно, мы должны иметь в виду, что эта ситуация, так сказать, более сложная. Но тем не менее, акцент надо вставлять на том, что независимо от того, что началась чрезвычайная ситуация, насилие в семье и это преступление. И, соответственно, полиция работает так же, как работало прежде. Кризисные центры работают. Временную защиту от насилия также возможно получить. И, тем не менее, телефоны поддержки также работают. Конечно, есть проблемы, если могли, как вы говорили, куда-то убежать к родственникам либо другие какие-то такие варианты. Тем не менее, так сказать, негосударственные организации и также государственные организации работают над этой темой. И, тем не менее, мы имеем также взаимную работу. И, соответственно, если есть возможность, тогда можно обращаться впервые по телефону доверия, спрашивать о ресурсах, которые можно использовать, чтобы предотвратить насилие. И в чрезвычайных ситуациях можно звонить в полицию. и это никто не отменял, и, соответственно, данными ресурсами надо пользоваться. И еще вот второй аспект, который я хотел бы уточнить, наверное. Как вам кажется, потому что с одной стороны мы можем говорить о том, что увеличилось количество случаев насилия, потому что люди сидят вместе, те, может быть, люди, которые находились на границе узлов договоря, они перестают себя сдерживать из-за всех психологических проблем, но может быть, ли это быть таким, что увеличилось просто количество людей, которые стали готовы сообщать об этом насилии, что если раньше, ну, известно, что жатвы домашнего насилия, они зачастую как-то пытаются объяснить это и сказать, ну, это в последний раз, на самом деле он не такой, и так далее, как-то облагородить этого агрессора, то когда они находятся вместе, таких возможностей все меньше и меньше, и в конце концов они наконец-то находят себе смелость рассказать об этом. Ну, знаете, на это можно смотреть разом. Во-первых, мы имеем высокое число, так сказать, неидентифицированных случаев насилия в семье. Как это сказать, что, так сказать, регистрированные случаи, например, в полиции, либо в других местах, не показывают реальной ситуации. И также, конечно, это может быть связано с тем, что больше сообщают, но тем не менее, это может быть связано, что люди сейчас дома больше проводят время. И также, может быть, соседи сообщают о случаях насилия, которые они слышат. И на данный момент я не получал статистики, где можно этих два фактора, так сказать, отделить. И, соответственно, я бы, если я бы сказал свое мнение, просто эта ситуация проявляет проблемы, которые уже были. Потому что в тех семьях, в которых насилия не было, с большой вероятностью не имеют ее и сейчас, большинство случаев, которые мы получаем, это вопрос о насилии, которое уже было. то есть человек до этого, до чрезвычайной ситуации вроде как сдерживался, сдерживался, а потом случился карантин и все пошло наперекосяк. То есть это нельзя говорить о том, что чрезвычайная ситуация стала причиной насилия. так сказать, ну, возьмем пример. Обычный пример, который мы получаем в нашем кризисном центре. Насилие уже было до кризисной ситуации. Тем не менее, произошла чрезвычайная ситуация. мы имеем больше времени, так сказать, кажется, человек, который находится в насильственных отношениях, имеет больше времени с тем, который это насилие делает. И, соответственно, изрекая за этого, мы получаем много звонков, что насилие выросло в своей интенсивности. Что это стало более чаще и более, так сказать, агрессивно. Более жестоко. Более жестоко. И, соответственно, мы часто имеем, например, прежде этого было, например, ругался, обижал и так далее. Но сейчас это переросло в физическое насилие. То есть степень насилия этот градус повысился. Да. Скажите, нет ли здесь еще одного фактора? Вот вы, по-моему, упоминали его о том, что возникает, увеличивается чувство тревоги у людей. И это может объясняться тем, что человеку свойственно бояться того, что он не знает. И вот эта неясность, что будет завтра, какой будет ситуация, сохранится ли работа, и вообще сколько продлится эта ситуация, будет ли вторая волна коронавируса. Вот эти какие-то факторы, они увеличивают этот градус тревоги, и это тоже сказывается на психическом состоянии людей. Конечно, конечно, вы правы о том, что мы, так сказать, люди привыкли, что мы можем предвидеть, что зарплата будет в тот день. В тот день я отправлюсь на такое мероприятие, что мы имеем какой-то план на свое будущее. И эта кризисная ситуация, так сказать, разрушает этот план. Например, какие-то мероприятия отменяются, работа переходит в другую форму дистанционную, может быть, работа также, что в работе происходит отказ на том, что работы больше нет. И это с собой несет такую ситуацию, что мы не можем предвидеть, что будет. И, соответственно, это только нормально, что любой из нас имеет тревогу о том, что будет дальше. И если эта тревога очень высока, и ее не можно толерировать, конечно, можно обращаться к специалистам. Давайте на всякий случай, если кто-то из слушателей либо стал свидетелем домашнего насилия, либо является жертвой домашнего насилия, какой телефон кризисного центра куда стоит позвонить? Есть два кризиса. Во-первых, если насилие происходит на данный момент, тогда обязательно надо звонить в полицию. Но, тем не менее, если человек находится в безопасном месте, тогда можно звонить день и ночь на кризисный телефон с Халкс. И номер этого телефона 6722 2922. Телефон работает круглосуточно. И есть еще один телефон, в который, так сказать, советую звонить именно о насилии в семье, это телефон поддержки пострадавшим в преступлениях. Правда, тот работает с 7 утра до 10 вечера, каждый день, включая праздничные дни. И там можно получить более, так же, как на кризисном телефоне, можно получить психологическую поддержку, тогда на телефоне поддержки пострадавшим в преступлениях можно получить так же и информацию, куда обращаться, как обращаться, когда обращаться и получить ответы на эти вопросы. И телефон поддержки пострадавшим в преступлениях 1-1-6-0-0-6. Звонок на этот телефон бесплатный. И на всякий случай можно и на латышском и на русском, я предполагаю. На латышском озвучать? Вы думаете? Нет, я спрашиваю человеку, который звонит по этим номерам, он может говорить и по-русски, и по-латышски. Да, конечно, он может говорить и на латышском, и на русском языке, наши консультанты обеими языками владеют. Вот, так что еще раз повторим, круглосуточный телефон 67-22-29-22, круглосуточно на обоих языках, либо телефон помощи жертвам преступления с 7 до 10, с 7 утра до 10 вечера 1-1-6-0-0-6. Пожалуйста, звоните, если вы стали светом, если вы стали жарить, ни в коем случае не молчите и не пытайтесь как-то эту проблему затоптать, ее надо решать. Я напоминаю, что у нас сегодня на связи консультант кредитного центра Скалбе, Райво Вилценс, и мы хотели бы еще перед завтра на другую тему, мы и до эфира немножко об этом говорили, что, и сейчас вы говорили, что проблемы, которые сейчас появляются, они в основном проблемы, которые уже были, просто сейчас они становятся более заметными, и одна из проблем, это, конечно, зависимость разного рода, и мы знаем о том, что игровые залы были закрыты во время через эту ситуацию, хоть и не сразу, но через какое-то время их все-таки закрыли, и вопрос состоит в том, как вам кажется, это скорее помогает зависимым людям, как будто им запретили вот это место, куда они ходят, либо они просто ушли в онлайн, и даже хуже стало. Да, хотел по поводу зависимости. Закрытие азартных игр, конечно, так сказать, предотдерживает людей, те, которые уже новые, которые еще не имели зависимости, так сказать, доступность азартных игр уменьшается. Тем не менее, мы должны смотреть на зависимость как процесс, который вне силы человека, и, соответственно, если нет одного способа, тогда можно, тогда человек может пытаться это получить другим образом. И, соответственно, я не могу говорить о статистике, повысились ли онлайные игры, тем не менее, это может быть так, но я не могу так сказать точно быть. Но, во всяком случае, вот если судить по звонкам, увеличилось ли количество жалоб или, может быть, наоборот, уменьшилось на то, что люди страдают от игровой зависимости? Ну, по звонкам я должен уяснить об этой ситуации. Вы говорите о телефоне доверия азартных игр. Да? Да, да. Я должен сообщить о том, что на данный момент, к сожалению, телефон с сокрытием азартных залов также и телефон не работает. Соответственно, мы не можем говорить об этом времени в чрезвычайной ситуации. Но, конечно, такие данные можно спросить у инспекции надзора по азартным играм, потому что они продолжают работать. А как так то есть это было вашим решением закрыть этот телефон или это просто автоматически происходит, что раз нет залов, то и телефон доверия тогда не нужен? Просто странно. Прекратилось финансирование. А, непонятно. Очень жаль, потому что азартные игры, конечно... Но, тем не менее, я хочу сказать, что инспекции по надзору над азартными играми и лотереями продолжают работать. Они также имеют службу психологов, и к ним можно обращаться. И так же в это время. Да. Еще одна зависимость, которую мы тоже уже сегодня упомянули, и она в контексте такого самоизоляции становится все более и более актуальной, это проблема зависимости от алкоголя. И, опять-таки, мы знаем, что было много противников этого, но, тем не менее, стало возможно купить алкоголь онлайн, причем даже с доставкой на дом. И многие говорят о том, что, ну и ладно, те, кто зависим, они все равно бы нашли, где купить, и ничего страшного в этом нет, а цены там выше, чем в ручках магазинов, поэтому предполагается, что зависимые люди сильно, они не смогут там покупать эти товары. Но вы, как сотрудник Трисного центра, как вы вообще вот эту новость о том, что можно купить алкоголь онлайн, восприняли? Понимаете, доступность, мы получаем больше звонков именно о том, что есть проблемы с алкоголем. Обычный кризисный телефон скалбас на 18%. И мы должны смотреть на то, что употребление алкоголя, так сказать, это не запрещено. И если это не имеет признаки зависимости, если в, так сказать, в этой ситуации не происходит насилие, которое часто связывается также с алкоголем, либо зависимостью, либо употреблением в целом. Но я не думаю, что я могу комментировать вопрос этически или легально это продавать алкоголь на дом. анализировать с своей точки зрения. Но если, например, ситуация, вот я просто гипотетически предполагаю, например, человек, который зависим от алкоголя, он еще в финансовые какие-то сложности, вот те деньги, которые можно было потратить, например, на еду, даже там на еду для ребенка, человек тратит на покупку алкоголя онлайн гораздо дороже, и страдает семья, страдают дети из-за того, что бюджет и так маленький уходит на... Уходит не туда. Да. Да. Конечно, если мы говорим о зависимостях либо наклонности к алкоголю, мы должны иметь в виду, что само собой, так сказать, продажа в онлайне может быть замещаться, например. Например, если бы не было этой возможности, покупать в онлайне алкоголь, тогда можно также сходить в магазин. И мы должны иметь в виду, что зависимая персона будет искать возможности получить алкоголь. И влияет ли на это в прямом смысле то, что можно купить в онлайне, я не знаю, потому что также эта персона может отправиться в магазин. Нет, я имею в виду, что не поступали ли звонки, например, именно от членов семьи, которые жалуются на... Легкодоступность. поступали звонки от членов семьи, которые жалуются, которые созависимы, потому что другой человек употребляет алкоголь. Тем не менее, такие точные звонки, где упоминается, упомянули то, что в связи с тем, что продают в онлайне, это стало чаще, таких звонков мы не имеем. А если вот в этой ситуации куда можно обращаться, можно ли вообще, например, если глава семьи потратил заработанные деньги, свою заплату на алкоголь, а не содержал, предположим, ребенка и не давал на хозяйство жене, вот может ли второй член семьи пожаловаться каким-то образом, повлиять на него? повлиять на него, вы думаете, в юридическом смысле? Ну вот если он обращается в ваш кризисный центр, и вот семья, ну вот женщина говорит, к сожалению, у меня вот супруг потратил все свои деньги на покупку алкоголя, нам нечего есть, вот что нам делать, вот если вот в семье нет денег на самые элементарные вещи? Ну, данный вопрос надо смотреть в том, если нет чем обеспечить ребенка едой и семье, конечно, это можно решать через сиротский суд и можно туда обращаться. Тем не менее, мы должны смотреть на это, это если есть обязанности против ребенка, потому что оба родители должны выполнять свои обязательства против ребенка в лучших интересах ребенка. И, соответственно, если имеются такие вопросы, тогда, конечно, обращаться в сиротский суд. Но если это вопрос пары, которые не имеют ребенков, тогда мы должны смотреть на то, что мы имеем свободу располагаться деньгами, как мы это считаем нужным. Конечно, это может быть, так сказать, печально слышать, но если мы будем менять, как вторая сторона, которая созависима от другого, от его проблемы алкоголем, если мы будем пытаться его спасать каким-то либо образом, отношения могут стать только более созависимыми и более неприятными, так сказать. Конечно, если тот, кто употребляет алкоголь, имеет зависимость, но готов работать с этим специалистами либо каким-то другим образом, конечно, тогда можно поддержать и идти к цели, чтобы данную проблему исправить. У нас был телефонный звонок только что. Повторю, телефоны прямого эфира 672 Двина, вот, позвоните потом, телефонный повторю, сейчас телефон звонок примем. Здравствуйте. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что прекратилось финансирование. Какая сумма была, что эту сумму вообще аннулировали? Насколько я знаю, правительство взяло кредит 4 миллиарда. Спасибо, мы подняли ваш вопрос. Насколько, скажем так, значительной были эти экономии? то есть, насколько на кредитных центрах? Так сказать, я не знаю, ли могу я опубликовать цифры. все-таки конфиденциальная информация, соответственно, я бы не хотел сейчас вникать в технические детали работы телефона доверия по-средашему от азартных игр, зависимых от азартных игр. Я бы на этот вопрос не смог ответить. Хорошо, но вы правильно понимаем, что это же коснулось только азартных игр, все остальные, вот вы говорили про телефон жертвы домашнего насилия и вот телефон алкогольного зрителя, все остальное работает. Это именно азартные игры, потому что закрыты залы. Да, другие телефоны, я могу сказать сразу, что они даже больше работают, так сказать, на кризисном телефоне работают больше людей, потому что мы получаем больше звонков. Например, на телефоне доверия пострадавшим в преступлениях у нас в следующей неделе начинаются акции. Не акции, возможности каждый рабочий день с 10 до 4 говорить не только с консультантом, который может обеспечить психологическую помощь, но также с юристом и решать юридические вопросы. И в данной ситуации на эту услугу даже увеличились средства, чтобы обеспечить данную услугу. Соответственно, другие телефоны даже расширяют свою деятельность. Можно тогда, если для наших слушателей подробнее еще раз повторить, на какой телефон можно позвонить и в какой период времени, чтобы получить юридическую консультацию? Да. Соответственно, с 18 мая до 29 мая есть такая возможность звонить на телефон доверия по задавшим преступлениях по телефону 116 006 с 10 до 4 и получить юридическую консультацию. Мы на данный момент будем смотреть, как это будет происходить, но мы также планируем, что данная акция будет продолжаться в июне. И, соответственно, это продлится. 672-12-93-9, 672-13-93-9, это телефон на прямого эфира или у нас номер WhatsApp, куда вы можете писать 2-3-0-6-1-9-1. У нас в гостях консультант кризисного центра Скалбе Райво Вилсанс. Ну и вот еще одна тема, которую мы скользко просто затронули, тему одиноких людей, поскольку сейчас, когда наступило время самоизоляции, особенно, может быть, у пожилых людей, которых призывают вообще не выходить, не покидать дом. Если раньше пожилые люди могли хотя бы встретиться во дворе дома на лавочке, поговорить, обсудить, зайти друг к другу в гости, как соседки там справиться о делах, посидеть, попить чай, вот сейчас я понимаю, что это все обостряет чувство одиночества, и ведь не всегда, может быть, дети там тоже занятые своими проблемами, забывают позвонить. Не все пожилые люди настолько хорошо владеют зумом, скайпом, с компьютером, чтобы организовать сообщения именно вот таким способом. Вот в тему одиночества. Что делать? Ну да, если мы говорим о тех, которые знают людей, которые одиноки, например, дети, которые имеют родителей, которые одиноки, конечно, рекомендация больше позаботиться о них в такой степени, что, конечно, мы встречаться не можем, это все знаем, но, тем не менее, позвонить чаще, спросить, как дела, либо поговорить, более долгий период. Но есть также пожилые люди, которые на мере не имеют детей, либо потеряли их. И, конечно, это обостряет чувство одиночества. И также мы получаем звонки. Нам наполовину приросли звонки, где люди сообщают об одиночестве. и, соответственно, тоже в такой ситуации можно звонить на кризисный телефон, поговорить. Конечно, если есть возможность созвониться с другими родственниками, может быть, если мы, как вы говорили, на лавочке посидеть с соседями, это невозможно, тогда можно поговорить по телефону и, так сказать, искать какие-либо ресурсы, чтобы улучшить свой день. Либо читать книги, либо любое занятие, которое может отвлечь в это трудное время. Но чем может помочь кризисный центр Скалбус? Потому что я понимаю, что нет возможности, наверное, просто часами разговаривать с одинокими людьми, просто которым скучно или которым одиноко. То есть каким советом, как происходит это вот Угу. Конечно, мы должны рассматривать одиночество как тоже кризис. Если мы не можем на это смотреть как такой резкий кризис, например, если это насилие семьи, либо потери работы, это одиночество имеет более длительный кризис, так сказать, что одиночество не уходит, пока не изменяется ситуация. И, конечно, можно совершать звонки, также звонить на кризисный телефон. Да, мы не можем говорить часами, потому что у нас есть линии и так далее, но тем не менее тот звонок может помочь, потому что мы обеспечиваем психологическую поддержку. и цель этой поддержки найти какой-либо ресурс, который можно использовать для себя. И каждая ситуация индивидуальная, соответственно, этот ресурс может быть разным для каждого. Соответственно, если есть такая необходимость и проблема об одиночестве, тогда можно совершать звонок и разговаривать об этой теме. Да, вообще, вот если мы так заговорили о случаях решения, если немножко абстрагироваться от одиночества, в целом мы можем говорить о том, мы с этого начали разговор, что вообще какой-то психологический уровень, психологическое счастье, оно уменьшается по очень разным причинам. Есть ли какие-то общие советы, которые, или там способы работы над собой, которые вы могли бы дать в целом, чтобы поднять свой психологический тонус? Ну, конечно, необходимо чем-то заняться. Либо это спорт, либо это читание книг. Многие сообщают о том, что они, например, в огороде что-то делают, у дома. Конечно, соблюдая все требования дистанцирования, которые, так сказать, требует страна и требуют для нашего безопасности и здоровья, но тем не менее искать ресурсы, как занять свой день, тем не менее иметь какую-то систему, как мы каждый день живем этот день, так сказать, что мы, потому что в данной ситуации нам надо иметь хоть какой-то контроль над днем. Например, просыпаться в одно время, заниматься спортом, либо заниматься смотреть любимую передачу и, так сказать, планировать наши действия на день, чтобы он был более занятым и, тем не менее, да, более занятым. Напомню, у нас еще есть немного времени, чтобы вы задали свои вопросы. у нас в гостях консультант кризисного центра Скалбе Райво Вилтсанс. Еще, конечно, уже сам досталось минут пять нашего разговора, возможно, даже две. Последний самый вопрос. У нас уже начинают ослабляться вот эти меры сегодняшнего дня. Как вам кажется, в ближайшее время, за послаблением этих мер, лета, опять-таки, и так далее, вы ждете, что таких кризисных случаев и кризисных станет меньше или наоборот их вырастет по каким-то другим причинам или останется неизменным? Это сложно предвидеть, потому что мы не знаем, сколько долго будет карантин, будут ли кризисы, финансиальные кризисы, которые также влияют на психологическое благополучие людей. Так сказать, я не могу предвидеть вырастут ли звонки, потому что это очень и очень связано с факторами среды, в которой мы живем, и какие будут дальнейшие действия и так далее. я еще раз просто напомню телефон 116-006 и с 18 мая по 29 мая с 10 до 16 часов можно получить также юридическую консультацию по этому телефону. и номер кризисного центра скалба, куда можно звонить по любым вашим каким-то кризисным моментам, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните 67 22 29 22 на любом языке обращайтесь. Спасибо большое. Консультанция это скалба, Райва Вилтсен был у нас, во втором часе будет интерактив, где мы поговорим уже о физическом здоровье, о том, какие у нас появились новые услуги, разрешили их делать сегодняшнего дня, поэтому не переключайтесь. Спасибо. Всего доброго. 30 днём пет 2013 клаусетесь радиуму Мазаку.